всем привет всем привет дорогие друзья с вами уди и enter и мы сегодня записываем очередной обзор на варкап под номером под номером 168 вроде 167 под номером 167 это карта strafe mapper idm ну и пожалуй приступим я к сожалению на этой карте вообще не играл я не запускал у меня неделю занят вот и поэтому я про нее вообще ничего не знаю с я попробую пройти ехать финишировать разок самом начале заметны какие-то так и хорошо что не собираются туда какие-то рампы по бокам и очень и очень страшные ступеньки они ступеньки падает прям ощущение что они будут как-то отпугивают да 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 то есть вот сразу начинается спотыкание на них вот таким вот образом не знаю откуда правильно будет начинать и можно ли здесь сделать распрыжку какой-нибудь такой зигзагом ругали кругами наматывать видимо тут маловато место ну тут потому что немножко попроще конечно ну ладно из каких-то новых элементов здесь не видно ни они ступеньки ну ступеньки классно сделаны ну тут ойде мы всегда надо заметить что карты очень всегда хорошо отличаются дизайном то есть он конкретно прорабатывает вот мелочи какие-то и как-то очень хорошо смотрится вот клип есть пик ну как я понимаю здесь нужно прямо стрейфить куда-то сюда здесь заворачивать перебинать к сразу хотелось куда-нибудь наверх запрыгнуть здесь ничего нет она хоть с пользой здесь клип большой странный какой-то клип что тут у нас дальше ну тут вот тут можно зацеплять значит у нас да да здесь можно зацепиться за эту пеньку и споткнуться я вот смотрю где как тут куда-то репорт воды нельзя прыгать значит куча таких интересных так сказать интересный проход красиво все оформлено свет лампочки горят и принципе оформление офигенное нравится и оформление доводим и оформление всегда опять с плюсом skybox да вот прям как будто мы на космической станции где-то летим и пытаемся куда-то забежать пока она не взорвалась аварийная сигнализация тут на зуб еще повесить здесь как я понимаю два варианта либо в себе им прыгать дабл джампом либо в уку 3 вот от этой стенки как-то залезать можно прыгать или это только можно фоноу да 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 я знаю есть такой баг в разных версиях фанги на или танк века пусть в одном можно в другом нет ладно в цепи он тоже в принципе по наклонной по моему неплохо проходится с дабл джампом будет по-любому быстрее это и скорость да согласен тут благо не зацепишь так здесь наверное надо головой биться вот этот угол и разворачиваться на 180 так а здесь между ними можно пролезть не тут слава богу все хорошо а здесь лип тоже где сделала перелина не и прыгивается и на улице здесь у нас здесь стекло вот такой момент для оплуждающего энтера специально в интервале погулять и разгуляться так здесь я пока не знаю куда идти то ли прямо то ли налево ступеньки два прохода а нет прямо здесь тупик рампочку вот эту проверь которая под тобой получается это даже наклонно вот сделал тут он она она вперед пинает или в любую сторону она полу вверх части на это велосипеджем под как это есть если будет очень много скорости ты потеряешь ее в отношении в эту рампу да то есть но по сути бесполезно я так понимаю джемпад я не знаю насколько он тут полезно бесполезно и мне кажется что у которой может быть его вот так вот можно будет нормально да я думаю по демкам посуду в cpm он точно не юзается это прям сто процентов а здесь у нас клип о как чтобы не цепляли интересно здесь можно а наверно можно как но это очень думаю будет задротно очень запасно высоты здесь по нибудь это я не знаю на какой высотой подлетаю плюс вот здесь нам учить есть интересно да нет там просто там форма хорошо не будут лампочки они они здесь очень как вода она выложить я я не знаю что это то есть зеркальный вроде бы пол темнота нихрена не видно жди это зеркало это ты там какая-то это халс хп горит где-то вдалеке это что у нас на еще меня штука нет давай давай проводим расследование не туда стреляешь ты просто да 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 сюда вылетает получается у меня а это мне это хреновина давай скорость то есть тут на кнопки стоит delay по выдаче хейст а спустя определенное время тебе дается есть то есть Я предполагаю, что я должен здесь бежать, 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 быстро стрельнуть туда, догонять Рокет, и он меня еще вперед пнет. Или я должен его... Ну, лучше сразу его ловить. Ты ловишь Рокет, я так немножко спойлерну, чтобы тут не разбираться слишком долго. Ты ловишь Рокет, он тебя дамажит, при этом у тебя со старта 100 брони, по-моему. Он тебя дамажит, и ты берешь ХП. Когда ты берешь ХП, в Сизу отодвигается панель, на которой оп. Вот здесь это? Да. А не оп? Ну, она сейчас задвинулась уже. Ну, вот там вот, видишь? Да, вижу, вижу. Вот, и поэтому, в принципе, Рокет ловишь, там 1500, допустим, Упсов, 1400, 1500, да. Ты берешь ХП и делаешь этот оп. В принципе, вот. И при этом это нужно сделать максимально быстро, потому что... Ну, вот, сделай медленно, да, то есть ты... Я попробую до 1000 разогняться, я не успею, наверное. Я попробую где-нибудь, вот, знаю, вот отсюда, допустим, от рампы, пытаться туда пострейфить. Ну, нельзя, как здесь прыгать-то, здесь после даблджампа не долетается, ведь? Да, здесь надо рандомить на ступеньках. Ой, как здесь сделано-то. Да-да-да. Чтобы нормально здесь... А, ладно. Ну, там успеешь после ступенек, наверное, нормально пройти. Ну, разогнать. Ну, даже вот так вот разгоняй. Лови Рокет. Ты поздно выстрелил. Ну, ты его не успел взять. Ну, ладно, вот смотри, тебе сейчас вот дали хейст. Да, Эдин? Да. И вот иди дальше туда, вперед. Тут телепорт. И телепорт с инитом, то есть у тебя хейст отобрали. Если ты за это время пока летит, ну, пока ты вот эту часть проходишь, и тебе, если дается хейст раньше, то ты его, по сути, теряешь на ините сразу же практически. А если успеваешь, делаешь все быстро, то у тебя на финишной прямой еще хейст. Это финишная прямая. Так, я здесь ничего не вижу. Давай, я попробую брать нас, сделать. Или маповер брать бит какой-нибудь. Или чтобы хоть было видно. У меня, в принципе, видно. Вот. То есть задумка очень интересная. Здесь у нас финишная прямая. Да, Дась. А, здесь всего-то три прыжка. Ну, это разница, как бы, с хейстом или без. Тут ощутимое будет достаточно. Ой, как ярко все. Ну, ладно, я так прыгаю. Я попробую сейчас просто хоть как-нибудь добежать. Ну, особо без остановок, так. Куда-нибудь. А, ай, тут даблджамп, я забыл про него. Ну, там, я лично смотрел по спейсингу, если получается, на даблджамп. Я делаю уже. А, он меня туда пинает? Или я так и не понял, где надо его ловить. Ну, почти сразу надо его ловить. Так он же должен меня догонять. У меня же скорости. Ну, ты его выстреливаешь и... Выстреливаешь и он тебе, как бы, дает... Ну, сразу же. Ты должен его сразу там ловить. Ладно, давай. Вот. Да, у тебя не слышно. Очень-очень тихо слышно. Микрофон куда-то поближе на... Микрофон сломал. Все, нашел. Он у меня упал. Все. Я говорю, что хорошо. Я буду теперь тебя смотреть, как ты тут проходишь. Небольшие технические неплакные, но ничего страшного. Я думаю. Ну, в общем-то, начало тут стиль джампа делается. Я думаю, в ВК-3 просто будет стрейфиться, а в ЦП-3 будет стильджамп. Тут, по-моему, еще ТР есть. Да, есть ТР. Но, так как варкап, как бы, по правилам запрещено. По идее, и можно, может быть, тут накрутить каких-то кубов, но... Ну, хотите, делайте, но не на варкап. Иначе демку не примут. Ну, и примерно сразу просто пробегу. Тут есть несколько вариантов. А, здесь окошко есть. Я же... Его можно юзать? Да, его можно, но оно очень узкое. Оно прямо вот... А в Голл Вагом оно получится за... Да, да, да. Получается. И, в принципе, можно вот это вот рампо, вот это вот рампо, именно вот это. Она не юзабельна в плане джампа. То есть, она просто скользит. А дальше уже можно прыгать. В принципе, если достаточно много скорости, можно делать даблджамп в какое-нибудь окно. Но это очень редко получается, потому что спейсинг нужно вот идеально ловить, чтобы прямо вот впритык был джамп, чтобы словить... Ну, сделать схем. И дальше по этой рампе, как бы стрейфишь, и нормально, и лесенки, получается, пролетаешь. Второй вариант был, насколько мы находили, в принципе, с парнями, когда еще играли давным-давно ее. Ее даже, мы вам, не ставили еще на вагу. Делать даблджамп тут и джампить вот на этом столбике. Но я ни разу так и не долетел. Не знаю, это чудесную скорость надо какую-то иметь. Да, вот что пишет там, не допрыгившись. Не пробовал использовать этот джамп-пад. Там прям в длине забили. Я пробовал пару раз, но, как правило, он режет почти всю скорость из-за этой наклоны. То есть, или надо будет тогда... Если его овощи наискосок, да, вот так вот. Если так делать, то получается медленнее, потому что ты тут вот такой вот круг делаешь по карте. То есть, быстрее на этих, где на лестниках нарандомить просто и все. Ну и примерно сейчас попробую заскимить окно. Показать, как это... Ничего страшного. Но все равно там после падения вниз... Тебе тут надо много скорости. Тут, в принципе, если хорошо попадать, то около 800 есть упсов. Попадаешь вот в это окно. Ну, обычно в дальнее. В принципе, с кимицы делается дебл-жамп. Но там очень потом неудобно стрейфить, и ты, получается, по этой рампе просто стр... Ну, стрейфами прыгаешь. То есть, чтобы и лампочки не зацепить, ну, ни вал стрейф не получится, ничего такого. Просто получается, ты по ней прыгаешь. И это как сликовое получается. Ну, самый быстрый, думаю, вариант вообще был по лесенкам прыгать. Ай. Ты его заранее стоишь? Да, надо немножко заранее. В принципе, тут тоже два варианта. Либо использовать оп. Тут примерно вот до сюда, наверное, выдвигается эта площадка. Либо по наклонной. Ну, я думаю, и тот, и тот мы способ прохождения увидим. И попробую чистенько пройти. Примерно. А, чуть-чуть. Ай, не получилось, не получилось соу. Ну, вот мне дали, я чуть-чуть задержался, получается, по скорости мне не хватило. Мне дали спид прямо перед этим телепортом, получается. И я его тут же потерял, то есть, абсолютно его не использовал. Не реализовал. Ну и все, в принципе. Так, я не понял, его дают после подбора их КП, через какое-то время, да? Нет, его дают после выстрела в кнопку. Ааа, то есть... Сразу после, я не понял. Сразу после выстрела? Нет, там стоит дилей на выдачу этого хейста. То есть, спустя какое-то время он выдается. То есть, чем раньше ты стрельнешь, тем... Нет, не раньше, там нужно, получается, в определенный... Как? О, как? Реджамп не получился. Ладно, я так хотя бы упрекну. Здравствуйте. Ну вот, то есть, примерно это выглядит вот так. Чуть-чуть заранее надо стрелять, конечно, потому что скорость там под 900, а то и под 1000 уже во время, как бы, перелета вот этого триггера с кнопкой. Так что, ну, примерно так это выглядит. Окей, окей. Ладно, давай дамки посмотреть. Может, там интересно будет. Да, давай посмотрим. Да, мы, к сожалению, сейчас обозревали только СПМ. В ВК-3, может быть, надо было поиграть немножко пройти, но я не думаю, что там прям большая разница. Ну, ВК-3, обычно, да, на демках все видно и понятно. Ну, СПМ, ВК-3 они не особо прям так различаются. Плюс никто из нас не играл ВК-3 вообще. Это игра, это правда. Да. Так, начнем с демки... Кровокругл... Я забыл, как это. Криворуков. Да, криворуков. Кровокругл... Что ты делаешь с Энтером, чувак? Окей, play. 49,6, Эстония. Использовал... Очень хорошее начало. Я так и не понял. У него не было ТР, да? Я не знаю. То ли был, то ли он, то ли не было. И он потратил кучу времени на простоту, чтобы... Ну, да. А, вот поэтому здесь клип на бортиках, чтобы в ВК-3 можно было спокойно поворачивать. Как об стену. Вот зачем там клип. На перилах. Узывается как раз-таки этот Вилла Сити Джампад. Промокнулся ими в ХП. Нет, он... И оп тоже там горел, он их ловил. А, он только с краешку. Ну, оп, да. Да, он только с краешку там. Вот, в принципе, и так. Рикоши Австралия. 47,9. Немножко побыстрее, на полторы секунды буквально. Большая синстат. Как-то странновато немножко все выглядит. Ну, по ступенькам в ВК-3, наверное, никто не проходил. Хотя, не знаю. В ВК-3 там, конечно. Зачем, если есть Джампад? Вот он взял ХП, славил лоб и дали хейст. Но он в итоге, он все равно, да. То есть тут вот как раз такой момент на скорость. Следующее. ХАС. Россия, Урал. Быстрее почти на 4 секунды. Это сразу видно, наш русский мужик. Всех них буржуев. Малозаский столок. Угу. Неплохое начало. А надо было, да? С двух сторон, а диспетричный, так? Проход. Ну да. В принципе, хороший стрейф. Такой хороший стрейф. А он как-то славил лоб, да. Там же кусочек торчит, этого передвижной панели. Вот он меня и славил. Ну, неплохо, кстати, да. Ну, жаль-то, не юзабельно особо. Если на большой скорости. Я думал, что он рокет от стены попробую словить, но... Я тоже подумал, да, что как-то получится, но... Не пошло. Дельгада, Россия. Бей. Еще быстрее на 2 секунды. И таймы пока очень разнятся по скорости. То есть быстрее на секунду. Чуть ли... Ну, каждая демка быстрее на секунду в среднем. Ну, хороший стрейф. В принципе, проходит пока что лучше, чем некоторые... 2 пан-карты. По-моему, это он там нам тесты шлет. Третий человек уже буквы ГБ горят. И после рампы, я не знаю... Ставится вроде как рандомно-мобом. Ну, его, наверное, не стоит ловить. Мало ли. Ну, да, неплохое среднестатистическое, так скажем, прохождение. Так, следующее. Фиос. Слай. Слайдос. Как-то пробуется. Да, может быть, как-то... Какой-то город. Новотехас. Я не знаю. Кстати, сначала технично достаточно прыг проскакал там. Ой, как. Ну, очень хорошо. Правую сторону поращил. Поращил. Пользует... Пирилли. Да, ну, очень хорошо. Ага. Оп. Хорошо, но... Ловил. Выпрыг так себе, кстати, получилось. Ну, лучше, да, чем у тех, кто был до него. Те вообще почти не ловили его. Так, далее. Корж. На 3 секунды быстрее. Беларус. Плей. Пай, тоже. Корж, интересно. Да, я думаю, Беларус. Корж. Интересно, кто такой Корж. Ну, наверное, не совсем новичок. Раз такой тайм уже. В принципе, тайм очень даже солидный. Дорожка практически такая же, как и у Феоса. А там лучше. Жок точно. Угу. Возможно, он не нашел этот джампад. Потому что, не знаю, но я бы вот не стал проверять. Зато хорошо словил ракету, в принципе. Без особых затупов. Хорошо словил лоб. А вот теперь со скоростью он успел проскочить. Да, да. Вот. И это очень большой плюс дает, в принципе. Далее. На 3 секунды целых быстрее. Да. Так, мы... Нет, еще не пропустили. Нет. Топ-4 пока. Плей. Быстрее практически на секунду. Ну, на 900, если так. Тоже, грубо говоря. Нюк всегда нас удивлял. Всегда за ним приятно смотреть. Посмотрим. О, небольшой приджамп. Да. Хорошо он здесь срезал все эти... Успел поймать хейст и, в принципе, хорошо. Успел поймать хейст и, в принципе, хорошо. Дострейфил. Поздравляем. 37,2. Так, далее. Винтер. 37,2 тоже. Я, к сожалению, тревел в культуру, что он играет. Думал тоже послать. Ну, у них различия там буквально в 70. Я думаю, это где-то может быть в конце он дожал или здесь, по правой стороне. Да, вот здесь, возможно, он это и выиграл, а какую-то часть, возможно, прошел медленнее. Хотя, пока все очень хорошо. Ну, вот за эту идею с хейстом, с кнопкой, с рокетом, в принципе, IDM-у большой-большой плюс. Такого давно уже не делали. Идея очень интересная. Так, дальше. Топ-3, топ-2 уже. Экспект. Угу. Второе место. 35,8 на 0,1. Чуть-чуть медленнее, чем топ-1. Вот. Видимо, очень хорошее прохождение. Ты справа с трампой. Да. Ну, Экспект в последнее время молодец. Он очень хорошие результаты показывает. Раньше, по-моему, он не участвовал. Как-то все стороной его успехи обходили, а тут достаточно. Опа, лесенки, лесенки. Лесенки. Перескочил. Угу. Значит, все-таки, лесенки быстрее. Поймал хорошо. И хороший выпрыг сделал. Ну и вот он, топ-2. Поздравляем эффект. Топ-1. Как это по-русски страну назвать? Венгрия. Венгрия. Хангари. Ладно. Плей. Венгрия. Видел я его фотографию. Большой, крупный дядька, с которым лучше не спорить. Так, он стелест или джампом. Угу. Ну, начало немножко повыше скорость была, видно было. Да, вот у него граунд фрейм хороший. Угу. Ну, спорный на самом деле вопрос, как лучше. Либо джампат, либо ступеньки. Но, в принципе, ступеньки выглядели очень быстро. У него очень хороший стоп. Угу. Немножко хуже, чем у эффекта теледжамп. Но, в целом, в целом победа у кета. Поздравляем кет. Топ-1. Дальше. Будем смотреть демки с ИМ и ЦПМ. Правильно, по-русски? Последний. Что у нас? Кровы-рыковы. Да. Твой любимый. Плей. Что они? 36.0. Посмотрим, что нам покажет в ЦПМ. Опять же, ошибка в ИКУ-3. Зацепил старт таймер очень рано. Благо, его не успело обнулить. Обновить. И демку приняли. Но очень много потерял на этом. Использовал также джампад. Вишний приток в конце. Не знаю, почему он, кстати, не всталил. Может, у него... Он зацепил боковую этот, какого, трампу и опс, обновился. Ну, вот, интересно, почему он ее зацепил. В принципе, то можно было и подрулить немножко. Ну, ладно. Дальше. Демка. Беларусь. Стой. 35.6. На 400 быстрее. Демка это тоже старичок. Старик старичков. Капаишка прыгал. Все ведь у них окажутся огромадные вообще. Может, это зерк стрейкит. Зерк, который зерк, получше. Ну, будем верить. Неплохой граунд фрейм был. По лесенкам. Да, славил рокет. Славил, хорошо, да. Оп, славил. А вот, билда лезит. Да. Вот, дальше. Что у нас? Хардкор на фрейм быстрее, чем демка. Так, не, не хардкор. А, не хардкор. Хардкор. Да, я просто смотрю. Лиза у нас зависит 2 МДФ. А, да, да. Где-то 35.7. Хоть на 35.6. Плей. Хардкор тоже, не знаю, честно говоря. Я вперед падал, может, так делать, там же. Ты видел ТР? Это ТР был. О, я точно видел. Ну, очень, в принципе, хорошо приземлился. Пользовала джампад. Угу. Потерял вообще всю скорость. Совсем вообще про кнопку. Но он не видел. Потому что она есть. Да. Ну, и тем не менее, кстати, обогнал предыдущих соперников. Даже без кнопки. Он такой, типа, да я и без кнопки вас сделаю. Наспор. На фрейм быстрее, чем демка. Дальше. Квейг геймер. Известно, из какой страны? Плей. На 500 быстрее. В принципе, наверное, прохождение, наверное, будет такое же, но уже с ракетой. Я так подозреваю. Посмотрим. Пошли. Выглядит сериал почучее, да. Пользовала стенку. Это вот джампад тоже. Угу. И использовала ракет. Да. Лишний прыжок. Но он зато повернул неплохо. Да, зато хорошо набрал, в принципе, на наклонной. Ну и вот они, плюс 400, скорее всего, на наклонной. Примерно. Так, на глазок. Дальше. Мякий пуз. Мякий пуз, наверное, да. Плей. 34,9 на 200. Даже, ну, на 150. Побыстрее. Моделька Орб. У тебя стандартные звуки, да? Нет, у меня Орба. Да, то есть. Стартные. Слышно шипей, но... Я думаю, так же. Какой же. Угу. Ну, да, поймал. С ракетой. А, вот топлив получил. Да. Теледжамп не использовал. Ну, это ему не помешало, в принципе, обогнать предыдущих. Парень молодец. Дальше. Пик Ошеа, Австралия. На секунду быстрее. Угу. Уже целая секунда разница. Посмотрим, в чем кардинальное отличие дорожки. Пил стеночек. Ходил габажа. Пророшее. Угу. Ну, хорошо, скорость сохранил. Там пойдет еще на скорость смотрел. Ну, по крайней мере, он сохранил побольше, чем предыдущие игроки. Не знал, наверное, про хп и выдвижную, а хотя... Или знал. Я в Акутре не помню, Дэмку не. Ну, решил, что так быстрее. Без оба. Дальше. Хас. Россия, Урал. Так, он же вышел, да? Да, за 44. Угу. Причем в Акутре. А, и это у нас... Раз, два, три, четыре, пятое место получается. Топ-5 открывает Хас. С таймом 33.7. Свои. Эвит, там. Плазить. Плохо. Да, он тоже. Ну, начало очень даже такое... Начало очень даже солидное. Те, чем в будущих. И сейчас. Да, на джафаде скорость потеряет. Ну, хотя, очень хорошо сохранил. И не использует ракету. Да, все. Риф. Скорость тоже. Да, ну, я думаю, особо, может быть, никто особо и не понял, в чем фишка этого Хейста. Ты не заметил, он брал сейчас хп или нет? А он... Сбоку, вроде, прыгал. Нет, нет, он не брал, нет. Он просто сбоку, получается, завернул. Значит, Хейст дают... А, из-за кнопки. Ну, я так и говорил. А хп, тогда зачем? Хп выдвигает тебе внизу платформу. А-а-а, все, 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 понял. Далее, поехали. Дальше. Упса. Минск, Беларусь. Play. На секунду, чуть больше, чем на секунду быстрее. Посмотрим, что он предложит у пса. Хорошая попытка сделать тележрам. Вау. Да, там, как можно... Ну, это классно смотрелось. Я думал, блин, неужели он в воду прыгать что-то? Ну, сохранил много скорости после джампада. В принципе, и... Да, смотрел. Кино не получилось взять хп, но все равно сделал оп. Не похо. Переджам, кстати, хороший очень получил. Хороший тележамп, да, но чуть-чуть вот он, по-моему, пару фреймов не успел по скорости, чтобы хейст сохранилось, да. Тильгада, 31.9, топ-3. Топ-3? Да. Топ-3. Нет, какой топ-3? Да, еще эффекты и там еще... Нет, там... Мне поскроили тогда надо вверх, я извиняюсь, я может быть... Да, тебе надо поскроили. Да, да, да. Я че-то, 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 да. Ну, очень классно, пока очень плавненько. Дыргада молодец. Уже, видимо, стрейф ему как-то... Не хочется тест свой отправлять. Не юзает рокет. Да. Оп-то уже не использовал. Эль-джамп вроде неплохо получилось. Да, неплохой тильджамп и на наклонную, в принципе, нормально скорость набрал тысячу. Так, да, тут еще... Альмиро. Подожди, подожди, секунду. У нас эффект 27,4, Avenger 27,7. Это они будут... После уже. Они уже, они оба... А, они... А, не... А, не МДФ. Avenger открывает топ-3. Так, Альмиро, Россия, Москва. 31,3, play. В принципе, хороший тайм. 600 побыстрее, чем у Дыргада. Дыргадо достаточно ровненько все пробежал. Будет интересно смотреть, что Альмиро предложит нам как судьям. Мы тут жюри такие важные, все сильные. Оцениваем. Да, начало неплохое, кстати. Да, забыл с жампом, да. А вот, жамп, один на скорости. Пользовал ракет спину. Дал, ну, нормально получится. Оп, словить. 1100. И, да, сохранил хейст. Сохранил. Ништяк. Первая демка, помоя, с сохраненным хейстом. 31,3. Дальше. Торнир 2015. Play. На 3 секунды быстрее. Уже сразу, как бы, уровень повыше игроков. Мне кажется, он будет опять ДТР, блин. Ну, зачем так делать? Ну, по идее, эта демка невалидная. Да. По идее, такие демки не должны перенимать. Поэтому, я думаю, вам Аякс просто сделал, как бы, скидочку на неопытность. Кстати, ой, хорошо, он уже падит сохранил. Ты видел? Слушай, он вообще, ооо, он вообще классно прошел. Джампад. В принципе, блин, он очень хорошо прошел. Это, возможно, быстрее, чем ступеньки будет. Ну, думаю, посмотрим топ-1. Я, к сожалению, вообще все пропустил. А, он на джампаде поворачивал, да, налево? Да. Дальше. Мурк Кудмутри. Юдмитрий. Флайп. 27,9. Это топ-3, получается. Нет, это топ-4. Нет, это топ-4. Топ-4 джамп. Бестеро, слава тебе, господи. Офигенный стрейф. Много скорости тысячи после топ-4. Да-то. Да, очень. Пришлось немножко сбросить ему. Спользовала окошко, кстати. Да, ну вот ты тут как бы особо не повстрейфишь. И вот, ну, про то, что я говорил, что со стрейфом. Очень хорошо ловит ракету, берет хп и хорошо ловит топ-4. Спорость после... После телепорта сохранил. Постоянно просит он у нас дать ему... Мороженку. Но мы ему ничего не дадим. Так, 27,9. Теперь 27,7. Адвенджер должен быть. Да. Самый. Плей. Он на 0,1 медленнее тебя. Да. Да. Но я думаю, дорожка все решила. Стрейфом. Я не страдаю, думаю, плохим стрейфом. Как и отметил эффект тоже в комментариях к результатам. Дорожка, в принципе, порешила. Прилетел до даблджампа, мне кажется, можно было... Да, да. Ну, очень хорошо. 1500. Опа. 1340 с оба и хороший типовый джамп. Да. Очень хорошо прошел. Так, далее у нас будет... Где ты будешь? Постоянно 6. Твоя демка. Плей. Не знаю, где я его выиграл. Но я ее так немножко поиграл. В принципе, карта понравилась. Там можно было вообще долететь? Да, я долетал им, да. Долетел бы, было бы топ-1. Ну, может быть. 208. Оп. Джамп. Ну, тележамп не очень хороший получился. И топ-1 эффект. 27, ты на 200. Я тебя. Мои. Туму надо поздравить эффекта, пока он скачет. Очень хорошо прошел. Очень быстрое начало. Плюс 80. Ну, это плюс вот онлайн. Раздоблджамп получил. Угу. Ну, его вниз не отбросило. Использовал окно, да. В принципе. Ой, оно все без оба. Да. В этом, я думаю, рекорд. Да. Там очень много скорости тратится, когда в стенку влезаешься. Плюс падаешь в нить. Там только после оба получаешь опять скорости. При повороте там, видимо, немного скорости сохраняешь. Которые те горизонтальные есть. Так. Ну, вот в принципе, такой у нас был обзор. Вы увидите результаты общие. Да. Сейчас я сейчас закинем. С личностью в окошко браузера. Вот они в принципе видны. Кто на каком месте. На данный момент у нас. Если что, заходите, комментируйте. Здесь можно комментарии добавить. На данный момент страстовал новый компетишн, который называется Fiat Dome 1 Rocks. Который там, Рокетом. Я его тоже не играл. Может быть, я пробую посмотрю. Да, участвуйте. Я эту карту, в принципе, уже глянул в демокоском. Очень интересная, скилловая на Рокет. Очень будет много от дорожек зависеть. Так что, играйте, присылайте демки. Не делайте TR-ы. Соблюдайте правила. И конфиг, смотрите, чтобы он был соответствовал тому, что. Да, и в описании новости, если что, есть строчка Rulis. Там и конфиг, если что, есть. И настройки для онлайна. И defrag версию можно скачать сразу тут же. То есть, в принципе, все тут есть. Ну, что, всем удачи. Запишем, надеюсь, обзор на следующий. Всем пока. Всем удачи. Всем пока. Спасибо за просмотр.